Святая гора Агробарка на Подляси вот уже более трех столетий известна как святое место, куда богомольцы приносят кресты. Как правило, благодарность Богу или как призыв ко спасению. С 1710 года здесь вырос целый лес крестов, который свидетельствует о духовных устремлениях многих поколений жителей Подляси и соседнего белорусского полесия. Началась традиция еще с тех времен, когда здесь свирепствовало моровое поветрие. Одному местному жителю было видение, которым для спасения было необходимо подняться на Агробарку крестным ходом и, ослужив молебен, установить там принесенные кресты. В городке Щемятыча возникла эпидемия, и жители спрятались здесь, на эту гору, потому что здесь был источник, и здесь была святая вода. И те, которые здесь спрятались, пережили и построили храм. Большим утешением святая гора Агробарка стала для людей 70 лет назад, в 1947 году, когда здесь был основан Марфо-Мариинский женский монастырь. Это был непростой год для православных жителей Польши. Для нашей церкви год трагический, потому что в нашей стране имела место тогда так называемая акция висса, которая состояла в том, что жители восточных территорий, в основном православных, переселяли сильно на западные территории Польши. И вот в это время как бы основан был монастырь, который вот начал сразу молиться и жить такой своей жизнью, хотя тоже непростой. Целью акции висса было, если не уничтожение православия, то его ослабление. Отметил в своем приветственном условии перед тысячами прибывших на святую гору Агробарку паломников, митрополит Варшавский и всея Польши Савва. Казалось бы, для православия в Польше в те времена наступила ночь. Церковные структуры в Южном Подлясе и на Хомщине практически были уничтожены после выселения с целью ассимиляции полутора сотен тысяч православных украинцев, русин и жителей приграничных с Брещиной районов Польши. Но пути Господни неисповедимы, и вера православного человека никогда не является неисполненной. Всегда вера нашего брата была, есть и будет исполняться. И там, где нас не было, мы есть. На Агробарку в этом году приехали, словно подтверждая, сохранившиеся в своих семьях православие, сотни жертв акции Висла и тысячи их потомков, из Вроцлава и всей Нижней Силезии до Гданьска, со всех бывших прусских земель. Нужно по машинах смотреть, сколько людей приезжают. Это мы издалека, это Гданьск, я, Гдиня. В дорогу, каждый год мы приезжаем. Приезжает Агробарка православная и со всех ближайших городов Ивеси продолжает трехвековую традицию своих предков. Я всегда, от маленьких лет, всегда приходила с мамой, бабушкой, папой. Приходили, ездили, коником еще давно, это на Святая гора. Здесь вон стоит мой прошлогодний крест, так что это будет следующее. Здесь выписаны имена моих родных, детей, родителей, приятелей. И за себя прошу, и Бога прошу, спаси да сохрани. К радости паломников в этом году торжества на Святой горе Агробарки не обошлись без принесения святынь. Из Москвы прибыла частичка мощей Святой Блаженной Матроны. А из Греции вместе с паломнической группой во главе с митрополитом Арголицким Нектарием частица мощей великомученика Пантелеимона. Хотел бы обратить ваше внимание на очень важный факт. С того момента, когда мы начали путешествие по Польше, эта частичка мощей начала источать миро, благоухать. Это свидетельство того, что Святой Пантелеимон с вашей мученической церковью. Я видел уже много праздников, бывало в разных местах, но Святая гора Агробарка, она единственное место, в котором чувствуется какой-то особый дух. Это очень приятно видеть здесь много паломников, которые много дней шли на эту гору Агробарку. К сожалению верующих, частица мощей великомученика Пантелеимона пребывала на Святой горе Агробарке вместе с греческой делегацией до первой ночной литургией. Но к радости богомольцев поклониться Блаженной Матроне паломники могли в течение всех торжеств. Наши люди почитают Матрону Московскую, и даже я лично слышала какие-то истории о том, как Матрона посылала свои знамения одной девочке, особенно, это у нас такая известная история. Так что люди по-настоящему поклоняются, любят, почитают, веруют. Видишь, как почитают Святую Матрону, все иконки Матроны раздают. Я не достава! Хорошо. По окончании преображенских торжеств на Агробарке предстоятель Польской Православной Церкви наградил орденами равноапостольной Марии Магдалины, игуменью, сестер и духовника Марфомариинской обители, а также гостей, митрополита Бельгийского Афиногора и членов его делегации. В том числе за многолетнее окормление паствы из Польши. В Бельгии как раз формировалась община выходцев из окрестностей Грабарки. Блаженнейший Сава пожелал представителю Константинопольского Патриархата успешной борьбы с духом секуляризма в сердце Европы, губительным для людских душ в наше время, ничуть не меньше, чем было губительно моровое поветрие, от которого люди нашли спасение на святой горе Грабарки. То, что меня потрясает, это количество людей, которые в своем таком духе благочестия так многолично приехали сюда, чтобы молиться. Сотни, а может и тысячи людей, которые пришли пешком сюда, молясь, чтобы Господь благословил их жизнь, чтобы Господь их поддержал. Этот массаж, который эти люди несут, это как бы свидетельствует то, что возрождается и должна возрождаться жизнь, жизни, навязывающая к паломничеству и к паломничествам. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Святая гора Грабарка. Польша. Святая гора Грабарка. Святая гора Грабарка. Продолжение следует...